О безопасности лучше позаботиться заранее, поэтому тонкости работы в пожароопасный период специалисты начали обсуждать уже сейчас. Сегодня проконтролировать этот процесс приехали чиновники федерального уровня. Они лично оценили готовность местных ведомств, организаций и служб. Об этом наш следующий материал. Никакого дресс-кода. На совещание в областное правительство приглашены руководители заповедников и представители различных ведомств. От них сегодня ждут не формы одежды, а ценных мыслей на тему, как предотвратить лесные пожары. Председательствует на совещании замминистра природных ресурсов России. Со своей стороны он уже подписал особое соглашение с Рыкутской областью. Теперь ответственность за расстановку сил по тушению тайги сможет взять на себя федеральное агентство. Ему виднее, где взять нужные ресурсы и как не довести ситуацию до чрезвычайной. Силы и средства региона поступают в оперативное подчинение федерального агентства лесного хозяйства. Мы усиливаем региональную группировку либо собственными федеральными подразделениями, либо подразделениями из соседних регионов. Мы координируем эту ситуацию и после того, как мы с этой ситуацией справляемся, все возвращается в статус-кво. Регион снова управляет лесопожарной ситуацией. Чтобы управлять, нужно знать, что и где горит. Авиапатрулирование в регионе признано недостаточным. Кратность вылетов замминистра советуют увеличить как минимум в три раза. Полноценные самолеты поднимать в воздух слишком дорого. В условиях дефицита бюджета лучше задействовать так называемые беспилотники. Они в регионе имеются, но нуждаются в усовершенствовании. Специалистов для такой работы уже нашли. С институтом проводится дополнительная работа по, давайте скажем так, не созданию, а, наверное, модернизации вот этих летательных аппаратов беспилотных. Почему? Потому что они, наверное, на сегодняшний день наименее затратны в плане финансовых ресурсов для обнаружения подобных пожаров. Пожарную технику проверяют и на земле. Сейчас в регионе идет массовая ревизия. Оказалось, что на бумаге бульдозеров, тракторов и прочих машин было почти на 30% больше, чем в реальности. За выдуманные цифры должностных лиц планируют наказывать. Ответственность предусматривается и для тех, кто откажется предоставлять технику в критический момент. Соответствующие поправки федеральной законы уже готовы. Готовы ли сплотиться ведомства в борьбе со стихией? Об этом станет известно 17 и 18 марта. На эти дни в регионе запланированы широкомасштабные учения, в ходе которых и станет ясно, кто и на что готов в борьбе с таежным огнем. Влад Рыбакова, Владимир Пинаев, Сергей Полянский. Новости по будням.